всем привет в эфире заметки о черкесии и сегодня у нас еще один полевой выход мы находимся недалеко от поселка анастасиевка что в туапсинском районе краснодарского края и мы вот конкретно сейчас находимся на территории археологического комплекса сына к 1 что это за комплекс значит он был открыт 70-х годах туапсинским археологом этнографом мадином тешевым и представлял собой поросший лесом гигантский такой курган высотой в пять с половиной шесть метров и в диаметре 70 метров представлявший собой подземный дольмен с дромосом то есть проходом на который был навален камень ракушечник вот огромной кучей то есть ее когда вот разгребли всю эту кучу составила в итоге 20 примерно 25 тонн камня и отдальмена расходились лучи то есть камень был выложен такими грубками стенками такими виде лучей в разные стороны ну во время раскопок выяснилось что установлены были датировки это примерно 2300 и годы до нашей эры то есть это без малого получается три с лишним тысячи лет это время когда в египте только-только первые пирамиды появлялись значит этот комплекс был изучен полностью практически было установлено что это и является такой своего рода солнечной обсерватории ну по тому же принципу что тот же stonehenge в англии единственное что называется естественно поэтому он в народе скажем так как храм солнца и его расположение было четким образом направлен интересная особенность именно этой обсерватории в том что в дни летнего и зимнего солнцестояния вот как бы так хитро расположен этот был дольмен внутренний что лучи и солнца на восходе и закате попадали ровно в этот вот проход дрома с дольмен за счет того что солнце проходило между двух вершин горы под названием два брата она есть сейчас здесь к сожалению из-за лесистой местности не очень видно но видимо вот леса не было в тот момент в то время да и солнце спокойно попадала вот именно под таким углом действительно здесь вот спуск с горы два брата с горы семиглавой этого туристический маршрут которые поднимаются на индюк когда проходит по вершине по семиглавой два брата и спускаются сюда в село анастасиевка в общем то весь этот маршрут он виден по хребту из села к сожалению на сегодняшний день это все это дело заброшено поскольку законсервировано большая часть поскольку изучена по большей части из-за того что мы один тешев к сожалению он умер в восемьдесят девятом году сердечного приступа и с тех пор но это был местный краевед сих пор как бы привлекаются только внешние специалисты местных специалистов нет которые бы могли как-то углубиться в исследовании этого объекта он законсервирован заброшен найти его так скажем так не так то просто потому что ориентиров практически нет он находится в лесистой местности у небольшой такой дороги лесовозной такой к камушки сложенные около нас с краю и пробка от дальмена лежит и рядом такая ржавая надпись на которой еле видны букву что это археологические памяти которые охраняются государством ну не храняется а скорее игнорируется найти его несложно это село анастасиевка примерно километр за ним по пути вот к водопадам к вот этим кемпингом за селом сразу вправо гравийка уходит и примерно там через 300 метров будет слева брод надо через брод пройти или проехать на ту сторону ну там лучше по open street map системе найти доточное расположение она там зафиксирована на этих картах . это почему как бы спокойно выкладываю место поскольку копать тут в общем то нечего все что хотели давно уже раскопали поэтому тут особо ничего не угрожает этому памятнику и если черные копатели сюда придут они будут дураками потому что здесь искать ничего но это как бы не все есть еще вторая часть этого памятника называется на пацанака 2 вот этот самый комплекс 2 находится он скажем так метрах 500 вот первого для этого нужно просто вернуться обратно на дорогу через брод если ехать вдоль этой вот дороги гравийные как кемпингом егут она направо поворачивает если внимательно следить за с правой стороны в лесок выходит такая тропа широкая ведущая наверх вот наверху здесь полянка такая тоже здесь туристы состоят с палаточками здесь находится откопанных тем же мадином тешевым 5 дольменов окруженных вот такой вот вокруг меня сейчас грядует камней к сожалению большинство из них не сохранилось более-менее цельный один дольмен всего второй половинка осталось что касается в общем-то взаимосвязи это та же самая культура те же тот же период времени такие богатые довольно круга погребения видимо здесь видимо какие-то высокопоставленные скажем так люди из вождей наверно которых вот похоронили в таком обряде либо жильцы к сожалению здесь также точно очень много всяких своеобразных товарищей которые тут ходят молятся и иконки ставят я видел или на псанака один на археологических раскопках как это мой маленький уголок и тут же деле вас привязан этими как это цветными тряпочками то есть люди вообще с ума сходят тут у них язычество чуть ли не не на иконке скоро будут вешать эти ленточки цены в общем полна страна идиотов но так или иначе вот этот комплекс он древний он чуть помоложе конечно стоунхенджер но постарше чем пирамид так что рекомендую посетить посмотреть посчитать об этом месте так увидите идиотов прогонять и не будьте ими сами на этом все комментируйте ставьте лайки делитесь с друзьями всем пока